Добрый день! Последний день Христос Воскресе. Да, последний раз. Так, что случилось? Поговорить хотел. Поговорить? Ну, давай, говори. Мы все записываем и выставляем. Вы не против? Почту за честь. А? Почту за честь. Ну, такая честь, такой порядок, закон. Не против? Нет, конечно. Давай, дорогой, говори. Ну, посмотрел ролик, где вот, с Капрановым. И как бы так, тем и думал, что у нас тут скайп оборвется, что будут разговоров много, но что-то все как-то это... Ну, да. Молчат. Просмотров много, а высказываться как-то все опасаются. Я так... Я вам скажу, с чем дело-то какое. Есть люди, которые оборзели, называются. Они непрерывно все это безобразничают. Их предупреждаешь несколько раз, они никак. Я закрою, чтобы... А то это светлое окно... Вот так лучше видно, да? Меня нормально видно. Что больше не надо? Дальше не надо за это, а то совсем не будет видно. Вот. Ну, и приходится их закрыть, чтобы они не имели доступ говорить. А они не могут уйти. Как заколдованные. У самих, у них ничего нету. И они непрерывно каждый ролик имеют к себе перетаскивать. Свой основывает там YouTube. Но мои вот эти вот. И дальше там они клепают, что хотят. И при том не один. И, как правило, те, которые причащаются часто. Они бесноватые. У них ничего нету, кроме страшной злобы, ненависти. И вот это даже ролики богослужения идет. А, вы не причащались. Там такой один Покровский, Русланом называется. Просто бесноватый. И ничего не сделаешь. Но он делает и делает. По крайней мере, пока он на мне тут зубы тощит, он другим не вредит. От него хоть жена отдохнет. Это не просто... А уже здесь многие, которые были бы, они хотели еще сказать. Им запрещено. Они к себе перетаскивают. Называется, круги своя. И он на кругах, на этих, наворачивает эти круги уже месяцами. Он никуда не может уйти. Не может. Почему? А сатана его заклинил на самом большом грехе. Таких роликов нигде нету. Они прямо хулители Духа Святого. Нашим роликам вообще равных в интернете нету. Чтобы в такой разной обстановке, с архиереями вот так беседовать. Хотя они так, под часами, за круглым столом, рафинированная речь. А мы говорим так, как есть, простые. Вот почему. Там было бы больше. Больше, которые хулители, но они ничего нет, кроме черноты, языка своего и яда. Вот я просто вам объясняю попутно. И интересно, главное, перетаскивать все ролики к себе и на них сами теперь там отвечают. То есть, ему разрешено скопировать тень от нашего ролика, перетащить домой на кухню и там хулить, плевать, на него мочиться. Он что угодно делает тогда. Но я надеюсь, что бесноватые. Да разве к этому Христос призвал? Вот я выставляю. А вам, а что вам? Он не может сказать. К нам архиерея едет, к тебе он не приедет никогда. Вот сейчас я выставляю большие заказчики по два часа. Как идет литургия, как концерт, как служба идет. И вот все это, они ничего люди эти показать не могут. Ни единого нет ролика, ни единого. Мы не то, что не на равных, а он никакой. Поэтому вот вам ответ. Просто еще я так, размышления, да, тема. Церкви у нас, православная Московская Патриархия, так вами любимая. Она, значит, ну, не принята вообще тема обличения, да. То есть у нас, когда приходишь даже в храмах, разговор идет, все вокруг да около, да. А когда, если ты вдруг что-то там, какого-то, вот помню, был момент, значит, обличения, да, и сразу, как бы, вот ты что, доносишь там, ты что это? Ага. Ну, что люди, то есть, либо люди непривыкшие, либо вот они привыкли, что их там поголовки гладят, все. И поэтому, конечно, ну, он звонит вам, думает, что вы сейчас там поголовки погладите, он хорош, это не трудная, конечно, причина. А нарвался, как бы, хотя такое вот, получить такое обличение, это просто, ну, я считаю, за счастье. Конечно. Да, потому что даже тот же, на которого Ава Дорофея, он опирается, например, да, и тот пишет, например, что высочайшая там степень устроения, да, это когда, мало того, что тебя обличили, и ты принял с радости обличение, сам укорил, нашел, что да, это правильно, но еще, как говорится, это, ну, как он там пишет, еще соболезновало о том, что доставил огорчение огорчившему, то есть высочайшая степень, да, то есть, ну, получив обличение, надо не то, что там вас там молить, там Сергея Козлова, это просто, ну, молодец, конечно, что вытащил тему, хотя, конечно, я думаю, ему очень тяжело это далось, что это непростое дело вот так вот вытащить на всю страну. И, конечно, послесловие хотел, вот там вы в ссылке даете, что о послесловии, хотел связаться с Козлом, я, может быть, понимаю, это не для всех, но вот какие-то вещи, когда я слушал это, я просто нашел это для себя, даже как-то так рыдал, потому что обличение там коснулось меня лично, хотя это совершенно другая сфера, я там не рок-музыкант абсолютно, но когда слышишь какие-то слова, их ты относишь, ну, когда принимаешь любое слово Божие, ты сначала относишь как, по отношению к себе, как ты, что, как оно к тебе относится, правильно? И вот этот момент вот с послесловием, просто, ну, жалко, конечно, что Сергей Козлов не хочет его выставить, может быть, он и имеет какие-то и права на это, и все, да, я вот хотел бы даже связаться с ним, чтобы хотя бы, может быть, он для меня бы это послесловие мне как-то его показал, потому что просто сразу было ощущение, что недосказанность, что-то вот вы говорили-говорили, но так не бывает, ну, смотря ваши ролики, на этом не должно было все дело закончиться, что обязательно что-то должно было еще, ну, так раз и все, и что, а что дальше-то, потому что слово недосказанное, этот момент был потерян, я не знаю, конечно, его правильно, неправильно он поступает, ну, ему может виднее, нельзя ли как-то это в приватной беседе получить, если это нельзя выставить? Почему нельзя? Я хотел бы выставить, но я очень уважаю Сергея, и он мне сказал, где его участие есть, он сам эти ролики будет обрабатывать и выставлять, поэтому говорите с ним, он вам может перестать, потому что там ничего нет, кроме того, что анализ того, что было, и кроме того, там внизу, в этом ролике-то, я комментарии даю, что он идет только по шкале убийц, он погубил сотни тысяч душ, и таким людям 20 лет эпитемия, 20 лет или больше, я выставил каноны, по которым есть, потому что он прямо увлекал их бесовщинам, и за это деньги брал с людей, откуда бы он был, и другого нет, пришел он сам, сам попросился на эту беседу, моего-то ничего нету. Теперь, а вы говорите, они там не обличают, и, ну, понятно, что не обличают, а как они могут обличать, если они в этом виновны? Вот я сейчас вам покажу, смотрите, книга пророка Еремея, первая глава, четвертого стиха. И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о, Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою. Чтобы избавлять тебя, сказал Господь, и простер Господь руку свою, коснулся уст моих и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне. «Что ты видишь, Еремея?» Я сказал, и дальше идет речь. Вот что ему Господь сказал и не хотел. Вот это в стихотворении пророк Александр Сергеевич Пушкин и говорит, «Моих коснулся он, ушей коснулся он, и что он внял, и как вырвал сердце, и грешный язык, и вложил слова». Это вот отсюда все взято в совокупности с Исаи, тоже когда Господь посылает его. Вот два момента. Они почему нет обличительного слова, нет Духа Святого? Они рабы. Они не могут говорить. Они боятся друг друга, боятся власти, боятся смерти, боятся отнятия имущества, семьи. То есть они покрыты, укутаны, как кокон бабочки в страх. Но это же все мы подвержены этому. То есть практически очень людей единицы, которые даже вот обычные мирские, не говоря о священнике, они такие же люди, как и мы. То есть они из нас же вышли, из нашей среды. Он боялся, я повторяю, боялся до момента, пока Господь не коснулся его. Это означает, что эти люди не имеют общения прямого с Богом. Получается, у нас не коснулся Господь, если мы продолжаем бояться потерять то, что имеем. Так получается, да? Вот ответ какой. А когда для Бога, значит, ты смотришь поверх голов уже, неважно, большой, митра там у него, колпак, тебе разницы нет никакой. Сказал Господь, иди, разоряй, искореняй. И только в конце насаждай и поливай. Сначала искоренить это все надо грех. А они сколько таких роков приходят? У него само название рок, роковое. То есть приговоренное, смертельное, бесовское. А он никакие, будучи крещеным, это все натворил, пришел, и уже его облизывают там эти монахи. Я это все в послесловии сказал. Поговорите. Так что... Понятие у нас, да, как жалость ко греху. То есть мы вот жалеем греха, получается, и ласкаем человека, вместо того, чтобы где-то жестко ему высказать, что вот он неправильно. Не, ну ты же молодец, ты же пришел. И вот этот момент еще, что к покаянию, да, что... Вот как отношение к частой исповеди? Насколько часто нужно исповедоваться человеку? Мы об этом говорили уже. Немного и нередко, не часто. В России был опыт один, четыре раза в году. В каждый пост. Другого не было. Ну, то есть с ним счастьем так, да? Четыре раза и на день ангела, день рождения. Бывает иногда так. Четыре раза. Вся Россия, тысячелетия. Ну, как о причастии вы говорили. А обы что видим? Ну, а исповедь она может в любое время быть. Потому что соединена исповедь и причастие. Поэтому, когда говорим о причастии, значит и исповедь. Ну, на самом деле же они таинства разделенные. То есть это как бы уже русская там или такая практика пошла, что перед причастием обязательно. А часто исповедь, она вообще как принята? Не принята. Это в монастыре. Они, сколько капель воды выпить, он должен идти и советоваться. Прямо в уставе написано. Капель воды. Сколько шагов сделать. Ну, куда это? Совершенно уже под дураков играет. Это уставы записали. Это никакой свободы нет в духе. Там духа Божия близко нет. Все сугубо, человеческое, тоталитарное. Вот откуда слово там мракобесие и прилипло теперь к православным. В Москву едут за 3000 километров узнать, как яйца. Вкрутую или в смятку. Ну, это еще не самый тяжелый случай. Да. В момент, значит, вот когда разговор зашел, да, и там тоже обращаясь, возвращаясь к Каву Дорофею, там он приводит пример, когда, значит, один брат привел женщину себе в келью, да, и Ава, учитель, значит, там, настарник, он, ну, братья возмущенные, они решили, значит, что надо его, там, выгонять, пришли в келью, а он сел там на кувшин, и, значит, женщина увидела, что женщина, там, прозорлива, что женщина под кувшином, сел и говорит, ищите. Ну, они искали, искали, то есть он как бы покрыл их грех, да, и они говорят, ну, а как вот этот вот случай? Я говорю, ну, тут, во-первых, момент, что и братья бы поступили правильно, если бы они бы нашли бы все это, да, но что тот просто, ну, это момент, что видение, когда человеку, что ему полезнее, вот его обличить, или момент покрыть, спрятать этот грех его. Ну, еще непонятно, ты к врачу пришел. Что, полезно врачу рассказать, где болит, или прикрыть? Это болезнь. Кроме того, если это монах, женщина не должна на него, говорит, на километр близко быть. Нигде. Ни под каким видом. Он видеть ее не должен, а он тайно скрывает, это все блеф. Вот отсюда и голубизна вся пошла. Это ничего здесь нет, ни евангельского, никакого. Это мирской человек, там еще разные варианты, что может быть знакомый, может думать, жениться. А здесь ничего нету. Нету. И он вскрыл, вот сел на эту бочку. Это уж ни кувшин, таких кувшинов-то и нет, чтобы туда бабу затолкать. Это большая была уже бочка из-под рыбы. Если так, этому верить-то всему. Вот, допустим, мы знаем Григория Кракандийский. Вот это Григорий чудотворцем был. Он беседует, стоит там с важными лицами. В то время одна женщина подошла и начала. А вот ты, когда мне деньги заплатишь? А за что? Ну как же, я приходила к тебе, а у тебя денег не было. И то другое. То есть, подобные случаи были. Он сразу обернулся и говорит, заплатите ей. Заплатите. Раз она говорит, она лучше знает. У ней память хорошая. Но пришло время родить, она разродиться не может. И теперь ей сказано, скажи, от кого ты защитила? Тогда она говорит, от кузнеца. И только тогда родила. То есть, вот эти случаи описаны. А они, вот этот случай, берут прикрывать грех. Ну и что прикрыли? Где это написано? В каком месте священного писания? Иди, говорит, исповедуй грех. Слово «прикрывай грех» такого нету. Грех – это зараза. Если ты находишься рядом, да еще и прикрываешь, это означает полное отступление от Бога. Безбожники. А они это безбожество монахи возводят в оригинал. Совершенно не касаясь священного писания. «Согрешит брат, иди обречи его, даже против тебя. А если против церкви, всей церкви скажи, не прячь». А где это написано? Где? Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея. Открывай, считай. Это все фальш, обман монашеский. Ну, теперь еще вот размышления о службе в армии, да? Да. Вот человек, у нас знакомый, они вот у них скоро ребенку, значит, не ребенка, а уже юноша идти в армию, да, они спрашивают, ну как, я, конечно, читал там, им давал ссылку на ваш материал. Они говорят, ну, вот оружие же берут все равно, охотники же они могут брать оружие в руки. А чем, вот, какая разница, в чем отличие? Разницы никакой нет. Человеку убить или куропатку, разницы никакой нет. То называется человеко-убийца, а здесь охотник. Вы же тоже, например, в руки оружие брали. Я и сейчас беру, и что из этого? Я же людей-то не убиваю. Тебе говорят, когда под присягой берешь оружие, там тебе не позволят куропаток стрелять. Ты должен убивать людей. Это просто люди играют словами. Вопрос присяги, так? Присяга запрещена, это клятва. Убийство запрещено, и поэтому оружие человека не берет. Потому что ты даешь присягу уже с оружием. Ясно. Ну, я так вот просто в момент... А охота вообще, она штука полезная или как? Полезную священнослужителю запрещается. Дьякон не имеет права стрелять. Священник не имеет права. У нашего отца Иоакима, у него вещек много. А колоть он ни одно не колет. Кто-то заколет там, и все. Это просто разговор тоже зашел об охоте. Ну, я говорю, в то, что современная охота вылила, вырождается, например, когда люди не идут стрелять там из-за того, что, например, покушать хочет, да, чаще всего. А просто это какое-то развлечение. Я говорю, как-то вот мне это не совсем понятно. Да не как это, как это. Все об этом говорит. Природа дана нам для того, чтобы прославить Бога. Ну, и все. Я беру для чего? Когда у меня голубей, хищники похищают, чтобы их отогнать. Ну, а второй вопрос. Они из там протестантов. И, значит, вопрос о переливании крови. Ну, это яговисты. Ну, они не яговисты, но они просто там общаются со многими. И они мне как бы задали, а как вот вы понимаете там... Я написал, вот поехали когда. Вот у меня документ есть. Вот, минуточку, разреши-ка. Стоп, подальше сядь. Сейчас, минутку. Посмотрю, у меня какой редкий документ. Сейчас я его вытащу, чтобы он не блестел. Это документ... Сейчас я скажу, как он называется. В любых... В любые компетентные органы. Номер такой, это тут двуглавый орел. Гражданина Российской Федерации. Мои данные. Лапкин Игнатий Тихонович. Родился волей и изъявлений о достойном отношении к телу и памяти. Говорю, что, как истинный христианин, и заранее прощаю всех, чтобы меня убьют или кто-то, да не имеет им Господь в осуждение, чтобы тело мое не вскрывали, ничего от тела не брали, крови мне не переливали. Я в поездке был далекой. И вот этот документ, вот он со мной. Не знаю, вам видно, нет его будет. Понятно, да. Вот. Видите какой? Вот этот документ. Вот он переведенный сразу был. А то большие деньги обошлись, кто делал там. На английский, немецкий, французский переводчики работали. И везде стоят пищать им. Нотариус заверил. Вот оно где. То есть вы против переливания, да? Против категорически. Почему? Я не за грех считаю это. А потому что это вредно. Это вредно и очень вредно. Потому что в Елисте, кажется, 400, что ли, 70 детей заразили СПИДом. СПИДом. От переливания крови. Почему? Потому что вирус от СПИДа обнаруживается не сразу, а спустя, допустим, ну, три месяца только. Три месяца он скрытый. А детям делали переливание крови от СПИДовских людей. Вот и все. Мне это не надо. Родители этого не делали. Пришла смерть, я умер. А к вопросу вот как раз о СПИДе, да? Вот недавно там слушал один материал, и он, они, значит, там была какая-то конференция медицинская, и где обсуждался, и они говорят, что вируса СПИДа как такового не существует. Я считал, я там все считал. Этого ничего не было. Этого все, дескать, выдумано, ничего не было. А люди подирают. Они сейчас не знают, ищут аферу. Аферы 21-го, 20-го века и то другое. Было или не было? Зараженной исцеления нет. Что доказывать-то? Я был в Америке, у кого, ну, жил там. А она, их дочка, работает со СПИДовскими. Определенно. Вирус есть, да? Да мне зачем об этом говорить? Даже я и говорить о нем не хочу, есть или нет. Но люди-то умирают. И умирает того. СПИД с тем, кто, говорит, не там спит. Не с тем спит. Выборочно. Он идет, это его какой-то, это, как бич божий, да? Наркоманы. Одними и теми же шприцами колются. Почему именно это передается им? А до этого не было. До этого не было. Вот так. А то и СПИДа нет, ничего нигде не было. И советской власти не было, и Сталина не было, и Гитлера не было. Они сейчас что угодно говорят. Что царя не расстреляли, что Гагарин, он не погиб. То есть, американцы на Луне не были. Плак не так висит. То есть, это люди специально тролли, называется, бесенят. О прививках я уже слышал, да? То есть, я подтвердился. Вы против прививки? Зачем? Прививки не нужны. Но если будет какая-то щума, и она может предупредить-то, они свое дело сделают, и люди остались живые. Ну, надо разумно смотреть-то. Явное дело, что мы заранее видим, как спаслись миллионы людей через прививку. А сегодня, наоборот, задача стоит уменьшить население земли. Комитет 300 поставил задачу. Оставить один золотой миллиард. Это действительно так. Поэтому они прививают, и дети делаются глупыми, бесплодными девушки. Сегодня надо к этому относиться осторожно с рассмотрением. Вот у нас в деревне не делает прививок. И все дети здоровые, не болеют. А сейчас поставят, он щахнет, щахнет и загнется. Еще вот общаюсь, значит, со своими друзьями-предстантами. И им привел ваш материал о бороде. Да. Ну, а сначала мы разговор, значит, вели-вели. Я про бороду когда? Ну, когда я говорю, ладно, я беру материал и начинаю им зачитывать. Святых они, ну ладно, про святых не будем. Я там же очень обширный материал про святых. Они говорят, давай ближе к тексту. Я говорю, хорошо, давайте к тексту. Прочитал им текст. И вот была реакция очень интересная. Они говорят, это что так серьезно? Я говорю, ну я вам что прочитал, то прочитал. Все, он бороду отпускает. Понимаете, здесь проще всего говорить. Бог сотворил Адама. Мужчина, если с бородой нормальная, нету, он скопец. Ну, то есть кастрированный или что-то. Если у женщины растет борода, все понимают, в кунскамере ей надо быть. У Христа была борода. Даже сектанты рисуют его с бородой. Даже эти самые еретики, самые отъявленные, негодные. Да, да, я ему просто привожу. Проводки с бородами были. Израиль с бородой был. С бородой. Мусульмане даже оттуда переняли и то, что-то держат на себе. Так это не все. Мы говорим дальше. Христос образец был, да. Но раз образец, почему не подражаете? Апостолы с бородами. И сектанты их рисуют с бородами. Иконы все показаны с бородами. А иконы-то писали с первых веков, еще передают. Нам не надо рассуждать. Тут рассуждать вообще не о чем. Ну да. Ну я ему поэтому и говорю, показываю гравюру Густава Дюре. Говорю, ну найди хоть одного. Вот покажи. Там же все-все они и такие у них. Ну все это очень солидно. А они его картинами пользуются. Да, я говорю, что это же не православная икона. Вот, пожалуйста, пример. Откуда он это взял? Что, он с потолка что ли это рисовал? Я был среди баптистов, руководство и было. Ну и там был Сидлевский Карл Саниславович, пресс-фитер. Я говорю, смотрите, журнал «Баптист». Большой такой журнал был. 1910 год. Молодежь сидит все до одного с бородами. Возьмите Ленин, союз борьбы за сопряжение класса с бородами. Старшему Ленину 30 лет было Ульянову. Все до одного с бородами. Илья Николаевич, он инспектор. И среди инспекторов сидит все с бородами. Возьми Достоевского, посмотри. Это уже от Петра Первого пошла эта зараза. Ну, нам не надо ничего выдумать, только маленько глаза приоткрыть, чуть-чуть разодрать и посмотреть. Посмотри, картины Репина, Поленова, Сурикова, когда описывают там Низама и другие. Не открыть, а я называю, это шоры надо снять. Вот как у лошадей шоры. Пойди в Третьяковскую галерею, везде пойди посмотри эти картины. Когда они пишут прошлые века, как народ выглядел-то. Ну, ни один, ни два человека писали художники. Все до одного неправильно писали. Никто это не оспаривает. Я говорю, скажите, а если бы все брили бороды в то время, ваши были бы? Нет. А я говорю, а сегодня все были бы с бородами. Вы брили бы? Они говорят, нет. Но вы поступаете по стихиям мира, а не по Христу. Почему Фидель Кастр на это не смотрит? Ну, и с ними, значит, еще вопрос о десяти не зашел. То есть я говорю, ты десятину плачешь? Он говорит, а я вот не знаю, куда платить. То есть он соглашается, да, десятина нужна. Я говорю, ну, в церковь. Он говорит, да знаем мы, куда деньги ваши батюшки расходуют. И как, ну, вот, в принципе, вот претестант хочет, ну, вопрос такой. Претестант хочет нести десятину. Ему куда нести? А он отошел от своих, как бы, вот. Найти надо. Где? Вот я, например, вопрос такой ни разу никогда не ставил. Я вижу, чтобы была равномерность, мы даем священнику. Ладно, у нас свой священник, он на строительство, на помощь другим. Вот в Луганск поехали. У него ни одна копейка не прилипает. Он свое хозяйство держит. А когда не знает? На благовестие. И это дело выделено священству и нуждающимся. Другая десятина. Почему ты решил одной остановиться-то? Одной священнику подойти в руки, где исповедуешься, причащаешься. Тому и отдай. И тогда, но ему, батюшке, заранее скажи, батюшка, если будет у вас торговля в храме, то десятину давать не буду. Если я даю десятину, то торговля же не должно быть. Десятина уничтожает все это. Ну да, покрывает. Еще вот такие размышления там где-то читал у вас. И там приводили святого отца о том, что пост, и он, просто интересно это как мысль, и он пост состоит в том, что ограничить себя в еде, во сне и телесном покое. И я сначала так как-то вот, ну, ваша вся же, она же направлена к этому, да, что нужно рано вставать, мало есть, и... И работать, работать. И не быть праздным, да. В поте, все время быть. Да, я как на примере своих близких, просто, ну, вдруг замечаю, что, ну, как бы идет все наоборот. У нас вот, например, пост в православной, ну, в церкви, да, он ограничен вокруг еды. Еды, 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 что есть, не есть. А в остальных вещах вот обо сне и телесном покое, они как бы все умалчиваются. Почему? Потому что... Вот на примере, ну, вот даже семи там смотришь, попробуй тронь, когда человек, ну, с едой его можно ограничить, сказать, ладно, ты, он соглашается с этим. Со сном уже проблемы начинаются. Как-то так, рано вставать, но с телесным покоем это вообще уже не тронь, да. Если человек сидит, он отдыхает, и он сидит, отдыхает, и ты его тронь скажешь, ты что сидишь, надо вот тут, вот тут, ты что, дай вот передохнуть, вот как у нас работа, работа, вот я работал там в ПМК, и вот такая вот тема. Вот он сидит, подходит начальник, говорит, ты что сидишь, надо работать, ты что, за что деньги получаешь? Да я только присел перекурить, и такой возмущенный, вот его прямо начинает надирать, да, там. Без обеда его оставь, он нормально там, ну, подумаешь, не пообедал раз, там, это ерунда. Заставь рано встать, уже как-то кряхтит. Но если ты его ограничил в телесном покое, все, и я понимаю, что пост у нас, ну, проповедь о посте, если человек, нужно начинать с другой стороны, нужно начинать с телесного покоя, чтобы людей, и вот как бы это все составляющие, только тогда пост, начиная, является постом. Это с детства надо закладывать. Я вот начальник детского лагеря, 43 года. 43, это не два дня. И вот у нас дети, допустим, до моления, утром, проходит утренняя зарядка. А между зарядкой бывает, маленький промежуток, бывает дети садятся, у нас садиться нигде не разрешается. Если послали куда бежать, только бегом. То есть, они такие энергичные делаются, ребятишки, в них надо закладывать надо. Они бегают, их вот просто почему-то задавливают, это стремление. Ну, еще, вот сейчас же проблема такая, сейчас кругом, ну, например, дети с гаджетами, да, и вот мы, например, приходим в гости, у нас как бы запрет на всякие планшеты, компьютеры и так далее, все эти, да, и мы приходим в гости. Ну, она сначала бегает икра, а потом дети усаживаются, и все. То есть, в итоге начинаем, встаем и начинаем собираться, уходить, все, раз, ну, как бы повлиять. Не можем на это все, ну, только можем своим вот действием. Ну, выражаются, конечно, уже начинается какой-то протест, начинаются проблемы, начинаешь... Я не приемлю слово проблем, если можете, исключите его из лексикона. Это нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. Замените, нерешенный вопрос. Второе. Ну, ладно, говорите. И начинается, но все равно понимаешь, что вот ребенок там пойдет в школу, там тоже же сейчас школа поражена этими гаджетами, да, и вот как вот объяснить, вот как внести, что вот это, ну, ну, вроде объясняют, что это неправильно, это бесы там пойдут, они входят через вот эти вещи, там как-то. Но ребенок, он, ему сложно, у него вот все это, как вот донести? Страх Божий дайте. Вот у нас отец с матерью, у нас 10 ребятишек, это не два ребенка. Да еще двое умерли, было 12. И они вместе, они кончили полкласса. То есть образование никакого, мать не умела вообще считать. Но они, мать, дала нам страх Божий. И сказала, страх Божий. Она сказала, в школе пить нельзя. Там безбожные дети. А мне пить-то охота. И я на большой переменке дождусь, и во все лопатки бегу домой. Напился, и бегом опять в школу. Я 10 лет проучился, и в школе ни разу не напился. Почему пить нельзя? Мать сказала, с безбожниками нельзя знать, с девчатами, с женщинами нигде. Я пальцем не прикоснулся. Страх Божий, иначе ты будешь в воду. Они ничего нам не могли рассказать. Евангелия не было. И как нас Бог сохранил? Мы же в этой школе, везде все пионеры. А мать сказала, будешь пионером, тебя за галстук повесит, там в аду будешь гореть. Она по-своему все объясняла. И нас ни одного не было, ни пионера, ни комсомольца, ни коммуниста, никого. Мы боялись это как чертей рогатых. Вот и все. А дальше, я избрал тебя от младенчества, говорит, в утробе. Я верю, что у меня избрание было от утробы. Я с самого маленького возраста помню, как я старался укрыться и помолиться. Старший брат обманывает, на 5 лет старше была. А я не мог никак это слово произнести, обман. Он ничего не мог сделать. Если мать спрашивает, он делал это? Он запирается, соврет, а я молчу. Но она смотрит на меня. Я стою, не плачу, ничего, у меня слезы текут. Мне брата жалко, я люблю его. И сказать, надо сказать, нельзя. Понятно? А ему нужды никакого не было. Он так безбожником и жил. Это с детства было видно. Говорят, старший брат нас ставит. У меня наоборот было. Я его не мог, ни одного слова ему сказать. Я его любил, не знаю, как он мастеровой был. Все, что угодно делал. А я ничего не умел делать. Я совершенно беспомощный. Я знал только с птицами возиться, с животными, вот как Яков. Так, ну, в принципе, все. Вот только хотелось бы узнать, как с Козловым можно связаться. Так, я вас прошу, как вас звать? Дмитрий Голдобин. Я знаю, Дмитрий. Я хотел, чтобы вы произнесли. У нас Дмитрия завали Митя. Вы это знаете, нет? Да. У Достоевского, братья Карамазовых, Митенька. Она... Меня и так бывает, называли. Вот. Это назвали не Дмитрия, даже если уже взрослый, Митрий. У меня отец Тихон Дмитриевич. Тихон Дмитрий. Поэтому, если я вас иногда назову Митей, вы воспринимаете, как... У нас Анна, не звали Аня, не было, Анюра. Нюра. Тетя Нюра. Как говорил, говорит, любит, говорит там, батюшка, он говорит, лишь бы не калачем, лишь бы не петь. Да. Вот так. Вот мы сейчас выставили какие материалы, как к нам приезжает архиерея, которые люди-то там злобятся на нас. А, они сектанты, они еретики. И я им не отвечаю ничего. Но выставлен ролик. Представьте себе, за 160 километров в непогоду архиерей едет, с собой школу берет, священник. Слушай внимательно. С нами служат, причащаются, и архиерей, если мы еретики, сектанты, архиерей сразу снимут. И едет не один раз, а его и патриарх еще спрашивает, как у вас отношения с Лапкиным и Игнатием. Патриарх лично спрашивает. Правильно. Это о чем-то говорит. А люди, которые злобятся, но он не понимает. Он в этом состоянии. Я могу только молиться. Он мне награду собирает. Радуйтесь, стеритесь, когда имя ваше понесут, как неугодное сыну человеческому. Ну, сам посмотри, какая красота, какое у нас богослужение идет. Какие люди. Ну, это, конечно, очень интересно. Вот эти ролики, тогда он, когда первый раз был у вас, и когда вы его отчебучивали. Ну, не его, а вообще. То есть, вот тут же проблема в чем... Опять проблема. Проблема. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос в оплечении в чем? То есть, ну, попытка, когда вы начинаете говорить, то есть, начинается все с частного вопроса, но переходит на общие вопросы, да, на в целом. И вот этот момент отделить от частного, от общего, очень сложно. И люди, ну, они же все начинают близко, что вот он на меня взъелся, что вот он такой вот сякой. Так ты немножко расширь кругозор. Он же уже не о тебе разговор идет. Речь вот как с Капрановым, да? Там же, как вы говорите, что вопрос-то общий, это вопрос такой глобальный, глобальнейший вопрос. К нему отношение вообще это уже там, ну, то затронул, поднял тему, но то вопрос-то не к тебе, вопрос вообще церковного устроения, вопрос церковной жизни. Вот в чем проблема. И нерешенный вопрос. Люди привыкли жить как сквозняк. Пролетел, нигде ничего нет. Я вот был сейчас в деревне, и где бы я ни шел, я все везде встреваю. Я рассказываю там, пришел тот трактор в соседней деревне, пришел, два лемеха и барана. И он сотку распахать, сто рублей. Ну, я говорю, зашел там, может, видели уже. Я говорю, а сколько от вас здесь? За пять соток, пятьсот заплатили. А я пришел с сожжением. Сожжение, это два метра, вот так вот крутишь его и шагает она как бы. Я заметил там, пять восемьдесят, пять. Я говорю, он хорошо пашет, заплати за шесть. А у него деньги. Ну, займись, бегай там. А что этот тракторист услышал когда это? Ему уже отдали, рассчитались, и вдруг сотню. Он говорит, а у нас в Кольщине сказали бы три сотки, заплатили только за три. Я говорю, мы верующие, мы не можем обманывать. И я тогда пошел с сожжением везде, но одна там, она говорит, мне мерить не надо. А я подошел к нему, она говорит, мерить не надо, она очень щедра, она заплатит тебе больше. Так и есть. То есть она, чтобы его не смущать. Матушка, она очень щедра на это дело. Люди верующие, они понимают, что такое деньги, да? Деньги. А я пошел и везде начал мерить. Он пашет, а она трапеция, вот так углом, ну, там дальше скат один, и получилось, вот так вот загибается. Так я ее разбил на участке, там, чуть не высшей математикой, посчитал, и говорю, ну, десять там и три, я ему одиннадцать соток уже засчитал. Я говорю, ты хорошо пахал, не матерился, не курил. Ну, да, спасибо. Шел к нему с березовым соком, в тракторе напоил его, к себе пригласили, накормили, а он уже третий год приезжает, Николай Лебедев. Понятно, как Господь приобретает, то души чем? А ты говоришь, ну, как ты будешь знать, если я тебе не скажу? Это все за кадром. Я тебе говорю, ты так поступай. Они боятся люди сказать, а почему? Потому что ничего нет, поэтому они цепляются. А ты сказал, ну, город на вершине горы не может укрыться. Он приехал, уже всем деревня рассказывает. Но ты-то не знаешь, я тебе говорю, вот так подражай теперь. Ну, вот я не знаю, как кто, но я вот вижу, например, вас там, вот эту готовность, как говорится, сраспяться греху. То есть, когда, ну, в высочайшей степени исповеди, да, когда приходит человек к священнику на исповедь, ну, многие как бы рассказывают, и когда он начинает каяться, а священник становится, и вместе с ней начинает каяться. Нет. Надо знать нужду человека, нащупать, в чем я могу быть ему полезен. Так это не только в этом. Я тебе скажу, скажу, а у кого еще ты встречал сад? У нас небольшой сад был. И у меня было там, мной сделано 123 скворечника. Еще найди где-нибудь, и дай мне знать, что еще один такой человек есть. 123. Это из сапога, из огнетушителей, из щегуна, из валенка, еще только они. И везде, главное, живут. Надо знать, как. У нас еще по железу-то не поднимется, там я обихожу. Обихожу его. И вот сейчас, нынче поселился бобер у нас. Один или два. Сделали хатку. И я теперь пришел, узнал, где он есть. А вода-то не проточная. И ему, вон-то ему деревья надо. А он ночь, зимой пошел, там березки посажил, все березки попилил зубами. Сколько деревьев свалил. Я приехал, время нет совсем. Я братьям говорю, давайте, надо узнать, что он любит. И ночью пошли, там нарезали деревья, притащили, ему возле гнезда наложили в воду, чтобы он мог взять. Ну, понимаете как? Веточки. Теперь далекая осина живет, самое приятное. Мы обязательно привезем это на телеге. Там, видимо, вторая будет. А где они поселились дальше, их всех поубивают. Это очень умное животное. А мне есть до этого нужда. Создать сохранную зону, заповедник. Бобра убивать, это как дельфин. Он очень умный. У вас что-то на руке, печать что ли какая-то? Где? На руке, на ладошке у вас мелькает. Вот, я не заметил даже. Это отчего же? Я сейчас печать на бумагу ставил, написал, письмо патриарху вот написал, вот если видно, нет там, покажу. Вот она, печать. А, вон, понял. Наша церковная. Но я в руке отобрал его, туда в коробку-то закладывал, и, видимо, отпечаталось. Это общество наше. А я и не видел, а вы увидели. Я покажу, чтобы можно просчитать было. Я вижу, я понял, да, как-то воздействие. Ну, я торопился тут. А что письмо, по поводу? Ну, по поводу чего? Давайте я прочитаю вам, чтобы вы знали. Вот, слушайте внимательно. Я подошел к этому, к нашему архиерею, называю его уже нашим, Московской патриархии, Сергий Иванников. Ну, я ему говорю, я, наверное, напишу патриарху письмо про вас. Он заулыбался. Но я не сказал о чем. Вчера я ему целый день звонил, письмо просчитать, прежде чем посылать-то. И его не было. Ни секретарь, никто, ему то ли не сказали, что я раз в десять звонил. Я думаю, что, видимо, они решили не отвечать. А может быть, он не знает. Я думаю, они отвечать мне сказали, если вы его хвалите, то его могут снять, за то, что скажут, он с Лапкиным заодно. Ни то, ни другое. А я написал так. Патриарху Кириллу Гундяеву, отчетеса Игнатия Лапкина, много вам огорчений, дорогой владыка, и от своих дел, и от всех подчиненных вам, начальствующих и простецов. Премудрец Соломона 6, 5, 8. Страша и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Так, минутку. Минуточку. Говори. Здравствуйте. Ну. Ну. И за что? Ну, ладно. Ладно. Это механически. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. А, конца нету. Механически зарядили, чтобы оплатить. Значит, Митя сказать, чтобы проверил там оплату. Они повысили плату за интернет. За меня платят. Я не плачу. Это они за год вперед у меня всегда оплачены. Вот знаешь, к слову сказать, десятина коснулась. Десятину боятся. Как? Что? У меня сейчас с повышениями, со всеми льготами, пенсия 6 тысяч через 270, кажется, или 217. Всего. Больше у меня ни копейки прихода нету. И я сразу, январь наступил, я посчитал, сколько за год. Родной брат у меня священник. Я десятину за год вперед заплатил. А то, может, у меня не будет денег. Как бы вором не оказаться. А он, у него-то хозяйство, он живет, может, в сто раз богаче меня. А у меня ничего нету. А у меня это не касается. Мне дано не судить, а выполнять. Вот и все. И вот дальше. Страшно и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Мне не хочется, мне же хочется подсластить, то есть украсить ваши дни, доставить вам радость. Это я патриарху пишу. Самый строгий спрос с епископом, а вы епископ, будет за то, кого вы рукоположили из такой длинной череды и целой плеяды корыстолюбцев и властолюбцев. Тут и голубые, и краснопогонные, и всякие разные. В этом секрета для вас нет. У каждого свой опыт. И насколько отрадно слышать, а тем более видеть и уж вовсе исключительный раритет, соприкасаться и благословлять от епископа или священника, у которого есть шанс получить спасение. Не случайно же, что самые грозные слова в Святой Библии и у святых отцов сказаны именно о священнослужителях. Малахия 2.2. «Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце, к священникам Бог говорит». Деяние 20, глава 29, 30 стих. «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». «Большая часть священников погибает», святой Анзлатоуст. «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи, церкви, божии и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он выше меня лишил Царства Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, «Не помилую их, ибо они учат учением человеческим, и языком штуть меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Серафим Саровский. Настольная книга Священнослужителя, том 3, страница 601. Далее дословно привожу, взятое это в кавычках, из «Жития святых» за 18 февраля по старому стилю. Папа Лев. Вот что известно о последних днях жизни святого Папы Льва. Достигнув глубокой старости и приближившись к кончанию дней своей земной жизни, Святой Лев был извещен от Бога о прощении своих немощей человеческих. Это произошло при таких обстоятельствах. Папа Лев пробыл сорок дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя святого апостола, чтобы он просил у Господа, да отпустит ему всеблагой Бог, его прегрешения. По прошествии сорока дней ему явился святой ангел, апостол Петр, и сказал, «Я молился за тебя, и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии». Рукоположение. Других во священной степени. Лишь о том ты должен будешь отвечать, законно ли ты рукоположил кого или нет. После сего извещения Святой Лев усилил свои молитвы, усугубил свой пост, умножил свои милостыни, вопия в сокрушении сердца своего до тех пор, пока не получил от рады совершенного прощения. Это я привел дальше. К чему это все предисловие? В Алтайской митрополии ныне епископ Сергий Иванников. Он моложе меня на 18 лет. Я же 53 года служу Господу Богу моему, Иисусу Христу, как проповедник-миссионер, получив рождение свыше 27 сентября 1962 года, уверовав сознательно по Святой Библии в то, что меня искупил Господь страданиями своими на Голгофском кресте. Мы находимся в юридикции РПЦЗ, Русская Православная Церковь за границей, той части, которая приняла акт о каноническом общении с МП, с Московской Патриархией. У нас две общины РПЦЗ, одна в поселке Потеряевка Мамновский район Алтайского края, за 156 километров от Барнаула. Поселок медленно восстанавливается с нуля, как православное поселение уже 24 года, на христианских, старинных, благочестивых, русских обычаях. И туда, где 16 километров проселочной дороги, а в непогоду почти непроходимой, епископ Сергий приезжает, делая наш праздник, День деревни, красочным и сияющим даже в интернете, не избалованным такими чистыми передачами. Мы претерпели только за последнюю четверть века кучу поношений, гонений, клеветы и разные дикие пакости от служителей не только патриархии, но и более всего от местных, алтайских, из епархии. С момента занятия местной кафедры епископом Сергием Иваником ситуация полностью изменилась и при том в лучшую сторону. Он не наезжает на нас ни в печати, ни закулисно. И приезжает к нам уже не первый раз. Приезжает и с детьми, и со священниками. Совершает у нас литургию, беседует, благословляет. По крайней мере, так до сего дня. Это все можно видеть в последних видеороликах на нашем видеоканале вживую. Дальше я говорю, какой вам наш видеоканал, данные свои. Пишу, епископ Сергия, епископа, выгодно отличает от его предшественников незлобивость, миролюбие, ответственность за сказанные им слова, детская простота, нещеванливость и природная ясность взгляда, улыбчивость. Нет у него боязни потерять свой имидж, он прост и притягателен. Благодарим вас, как патриарха всея Руси, что поставили многострадальному Алтаю такого брата Сергия. Только не убирайте его отсюда, дайте ему возможность тут и закончить свое непростое поприще. Приглашаем вас, дорогой патриарх Кирилл, как желанного гостя к нам. Тут видели сон, как вы приходите сюда с крестным ходом и мирно, и продуктивно беседуем. 19 мая 2015 года, точный адрес наш, Россия 656-056, город Барново 56, улица Ползунова 6, Лапкин Игнатий Тихонович. Телефон 8-961-230-70-60, или стационар 385-2-24-38-46. Ну как, видать? Да. Ну а теперь вот сейчас копию пишу и отправим местному епископу и патриарху. Просто, конечно, удивительный патриарх. У вас архиерей, да? То, что, во-первых, не та юрисдикция, скажем, да? И он там приехал, и все это сидит. И знал же, он же знал, на что едет, да? Что там его не будут гладить. Рассказывать. И один раз, это уже третий раз. Уже вот просто это же надо дать должное, что значит, что-то есть в этом какой-то для него и цели, и смысл, да? Потому что, ну вот, у нас, конечно, он уже там старенький, архиерей, и уже, я уже не помню, забыл, как он выглядит. Волгоград не езжу, редко бываю там, да, на службе, а здесь он его и не видал. А тут село Потеряевка там, затерянное где-то в глуби Алтае. И архиерей совсем, это, конечно. И перед этим был, который у нас Максим Дмитриев, он тоже приехал в самом конце. А Антоний до этого был. Тот у меня дома и обедал, и вместе в машине ездили. В общем-то, несколько раз на нас наезжал, и сам три раза дал опровержение в газете, что меня подвели, говорят, дали неточную информацию. За нами ничего нету. Еще вот это сейчас посмотрел как раз ролик ваш об этих, ну, когда вы там стоите, встречаете о целомудрении. Это просто, конечно, вот такая красота, когда кругом одна попа, то есть мы назовем, да, нынешнее состояние общества наше, когда идешь по улицам, ну, одни попа, и все, то есть, вот ничего нет уже, откуда, где, мы живем в какой стране, непонятно, где мы находимся. Вот на нас нападают, допустим, которые там где-то, есть священники, не хочу произносить имя, а они ничего этого сделать не могут, у них ничего этого нету, и нету любви, нету смирения, нет рождения свыше, он этого не понимает, рукоположен 30 лет, он может быть безблагодатный даже, я могу о нем только скорбеть. Вот у меня есть, которые нападают, и я стараюсь понять, какая причина. Он наткнулся на нас, и вылезти не может, увяз, ну, один раз бы сказал, обозвал, отошел, он не может уйти. Вот здесь один еретик, заходит там, где-то из Германии, мельников, видно, адвентист седьмого дня, ну, такое колесец угородит, а я его не трогаю, как только он коснется, если Христа поносить, Библию и церковь, ну, я запечатаю его, а он всякие, говорит тоже пакости, он не понимает, ну, я к нему и отношусь снисходительно, он все время нападает и нападает, подыскивается. И адвентист, главное, и православные, и православные священники, а действуют совершенно одинаково. Почему? Один дух, дух бесовский. У них нет мира, я к ним никогда не зайду. Вот я захожу, допустим, ну, где-то у патриарха там выступает, или Смирнов, и я бы какие-то давал, ну, я дам материал о крещении, дам, опровергать там, поносить, да как бы я сделал, я даже не понимаю, как это, это на каждый ролик приходят и поносят. Для того интересно. А сам еретик, он даже этого не знает, что он не в церкви. А вот, вы там встретились, с молодежью говорили, о Христе надо говорить. Он слышал о Христе. Они въедливые, такие сектанты. Ну, пришли к батюшке, он показывает ягненка, девочка там обняла его, целует. Надо о Христе говорить. Он не понимает ничего. То есть, они въедливые, надоедливые. Я знаю, где о Христе сказать. Эти люди все слышали. Им нужно ближе быть здесь, друг к другу, к природе. Они приехали в гости. Я обошелся, как с гостями. Они судят, и судят, и судят. У них элементарного нету уважения к человеку. Он на моем ресурсе, у меня в гостях. И поносит, и гадит, и гадит. Вот я называл, впереди, который там... себе баллы набирает для себя. Я не знаю, что это так. Я даже не понимаю, как бы я это кому-то пришел, даже если у него бы хоть один ролик был. Ни у одного, ни одного ролика нет. Ее приходят, и гадят, а я ничего не могу сделать. Я только отойду, помолюсь и все. Прости его, господи, он не знает, что творит. Скандал же тоже, как средство рекламы. Он пришел, и он говорит, вот я сейчас... Вот посмотрите, как я там Лапкину что-то там сказал, что-то высказал, да, и все. Врезал, укусил. Врезал, да, мол... А я не отвечаю, самое главное. Я могу законопатия тебе ответить. Но у меня есть точка, я могу сейчас нажать, больше никогда не придет, никогда. Я этого не делаю. Если он тронет Бога, церковь, и Святую Библию, тогда вопрос будет... А он меня поносит, а я еще, я грешный человек. Меня он поносит, и в хвост, и в гриву. Ну, я такой и есть. Вы все не знаете, а еще хуже. Но он поносит слова, которые я говорю, а тут уже он говорит пакости. Он ролик поносит, а сам из него вылезти не может. Ну, а как от него отцепиться? Иначе никто его смотреть не будет. Значит, было бы плохо, они бы не приходили. Да, да. Я вот выступил там, по Левиафану, 160 тысяч человек. Количество, вот на нашем Ютубе два года, просмотров, один миллион, там, кажется, 16 тысяч. А еще тема вот о фильмах вы затронули. А вы фильм «Голгофа» не смотрели? Какой? «Голгофа». «Голгофа» фильм? Нет, не смотрел. Так и называется, да? Да, так и называется. Страсти Господни смотрел, а это нет. Это вот он из современных фильмов. Недавно у нас был киноклуб в храме, и показывали этот фильм. Ну так, как бы спорный, но очень много вопросов, очень много, если бы, вот вдруг бы сумели посмотреть его, посмотреть бы ваше мнение. Ну, если будет возможность, я посмотрю. В этом вопросе многое придумают. Когда говорят что-то, и не по Евангелию, я не приемлю. Вот есть такой фильм, Иисус по Евангелию от Луки, вот это настоящее. Точно все по Евангелию, и слова по синодальному переводу. А когда вот Евангелие от Матфея, Евангелие от Яна поставили, да переводы неправильно делают, я их не приемлю. Совершенно. Я почему-почему о нем говорю, о фильме, да? Потому что вот, ну, я смотришь иногда по сайтам храмов, во многих храмах сейчас тема такая, киноклубы устраивается. И вот этот фильм, то есть он во многих храмах, его посмотрели, интересный этот момент, да? Что какой-то он вызвал такую реакцию у людей, что вот, и я вас поэтому спросил. Ну, будет, если возможность. Видите, как вот посмотрели, фильм такой, допустим, «Страсти Господни». Пришлось сказать, или остров. Я показал, что больше бяки нельзя сделать для православия, чем остров. А его патриарх там награждает, и там и Мамонов, и Лунгина Павла. А там показали, вот это, мертвое православие. Мертвое. А там ни евангельского, ни одного шага нет. Вот в фильме есть «Искупление», «Иеремия». Вот такие надо смотреть. А они этого не понимают, почему они чужды духу Евангелия, эти зрители. Иеремия, как откровенно, когда Иеремию смотрел, плакал, конечно. Да. Потому что там многие вещи касаются вот лично тебя. Да. Ну что, все? Все, да. Дмитрий. Все, отошел, да? Слава Христу. С Богом. Не раньше, как и через две недели можете подойти. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok